Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Скоро меня уже будут отлавливать на дорогах. Я думаю, начнут узнавать все-таки, кто это ездит в машине и все время снимает видео. Но это все же я. Сегодня хочу продолжить свою любимую тему, потому что постоянно это меня все преследует и окружает, особенно в последнее время разговоры, разговоры и разговоры. Разговоры, безусловно, о том, как сделать жизнь лучше, о том, как сложно сейчас работать, какой непростой период. Я, конечно, не буду говорить, что сейчас, ох, какой простой период, как легко работать, как все замечательно, почему у вас все так как-то странно. Нет, безусловно, есть свои моменты, нюансы. Ну и вообще нас сейчас втаптывают активно во всякое дерьмо. И хотят, чтобы мы чувствовали себя при этом звезды. Как говорил когда-то мой продюсер, звезды в метро не ездят. Я заходила в метро и не могла понять, что не то. Или я не звезда, или это не метро. Так и здесь сейчас. Мы очень сейчас хорошо все должны себя чувствовать. Но дело не в этом. Мы постоянно сосредоточены на каких-то инструментах, на том, что должно помочь нам выжить. Инструменты – это значит, что мы ищем возможность, как заработать деньги, как сделать хотя бы чуть-чуть заработать, как заработать еще больше, чем чуть-чуть, или еще немножко меньше, чем чуть-чуть. Ну вообще, как не сдохнуть. На этом концентрируется большинство людей. И если я могу еще понять наших пенсионеров, несчастных бабушек и дедушек, которые, по сути, ничего не могут сделать, да, вот, ну, они, к сожалению, не могут жить по-другому, то вот более молодое поколение я, конечно, понять не могу вообще совершенно никак. Вот, но при этом все сосредоточены, все такие хотят найти. Ну что же поможет? Может быть, рекламу дать все-таки или не дать все-таки рекламу? Может быть, попробовать чем-то другим позаниматься? Вот, блин, вообще сейчас ничего не идет. И я хочу снова вернуться к своей любимой теме, опять-таки, наверное, и к теме, и к своему любимому примеру, себе любимой, потому что меня всегда это удивляло. Лично я всегда абсолютно, когда что-либо делала, я делала по простой причине. Мне что-то очень сильно было нужно. То есть, меня как бы зажигал не момент того, что нужно дать рекламу, или того, что не нужно дать рекламу. Меня зажигал момент того, ради чего все это, чего я хочу. То есть, нечто большое, какая-то конкретная цель, которая побуждала меня что-либо делать вообще в принципе. Потому что, если сегодня вы вообще не знаете, зачем и для чего, или ваша цель сегодня просто выжить, то тогда не удивляйтесь, почему ваши все решения настолько мелкие. Ну, это абсолютно нормально. Вы, ну, не только вы, наверное, а большинство людей сегодня сосредоточено на чем-то мелком, сосредоточено на том, чтобы найти какие-то копейки, крохи, не только в финансовом плане, а вообще в принципе, для того, чтобы не умереть. Да, банальным образом. Переждать, дождаться, когда настанет лучшие времена. Вот, меня никогда не грела эта мысль. Я всегда, знаете, думала очень по-простому, как девочка. Я думала, а я платье хочу клевое. Какая разница, ну, сколько там оно стоит, или какая разница, сколько я зарабатываю реально, могу заработать. Я хочу платье, значит, мне нужно платье. Мне нужно что-то сделать для того, чтобы сделать платье. Для этого что мне нужно? Вот все, что я могу сделать, я для этого сделаю. И делаю, и получала платье. И точно так же происходит со всем остальным. Вот, сегодня у меня появляется ряд других больших каких-то целей. И вы знаете, мне, честно говоря, все равно. Я для себя решила, что мне все равно, какой курс, какие люди, какое что. И все равно это получу. Мне все равно, какие инструменты я буду применять, какую рекламу, где мне придется давать, сколько мне придется писать, рассказывать, ходить, продавать, покупать. Это все уже вторично. Самое главное, ради чего все это? Самое главное, это то, что дает мне топливо, потому что я это хочу. И вот это является главным. И это то, что мотивирует всегда меня. Вы знаете, наверное, я сейчас приведу несколько, не очень хороший пример, но все-таки приведу. Посмотрите, пожалуйста, что сейчас происходит в мире. И неужели вы думаете, что кто-то из тех людей, которые все это устраивают, неужели вы думаете, что они руководствуются какими-то мелкими детальками? Я думаю, что есть глобальная цель. Я хочу, чтобы мир принадлежал мне, кто-то думает. Или я хочу, чтобы вся страна принадлежала мне, или я еще что-то хочу. Но это глобально. И люди не стоят ни за чем. Я, конечно, ни в коем случае не призываю вас к таким жутким, ужасным методам, которые сегодня происходят в мире. Но к тем, которые не приносят другим людям зло, а просто заставляют вас поднять жопу, я вас однозначно призываю. Поэтому, ребят, давайте, не бойтесь, делайте себе вызов. Встретимся с вами в четверг, потому что в четверг у нас все будет по-взрослому. Жду вас на вебинаре. Пока!